Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Из 36 уголовных дел, возбужденных на минувшей неделе, Люберецким стражам порядка удалось раскрыть 30. Среди резонансных случаев – убийство, совершенное в Краскове. По словам Евгения Романцева, тело мужчины было обнаружено в коллекторе. В ходе расследования выяснилось, что тяжкое преступление совершил друг погибшего. Инцидент произошел во время пьяной ссоры. Человек арестован, со следственным комитетом проводится проверка. Также в Краскову были действия сексуального характера с малолетней девушкой, которая совершила ранее судимый, также задержан, арестован. Далее на оперативном совещании выступил Максим Катаев. По его словам, на территории округа за последние 7 дней произошло 3 пожара. В результате возгораний человеческих жертв не было. Также докладчик обратил внимание, что с наступлением осени сотрудники ведомства начнут проверку наружного противопожарного снабжения. Я дополнительно все необходимые документы в ваш адрес направлю. Я попрошу организовать и провести совещание по этой теме. В связи с тем, что у нас городские поселения вошли в состав городского округа, нужно определить будет еще раз состав комиссии, наметить планы на осень. Реализация губернаторской программы «Мой подъезд» подходит к финишной прямой. На сегодняшний день в городском округе выполнено более 70% запланированных работ. Ведется и художественное оформление подъездов. Новый облик уже приобрели 13 входных групп. Преобразование двух объектов уже завершается, а на 20 еще идет процесс согласования тематики с жителями. Также во время оперативного совещания Александр Проваров рассказал о проведении капитального ремонта. В 2017 году запланировано 823,5 миллиона, что на 40% больше. Капитальный ремонт будет проведен в 183 домах. На текущий момент уже завершаются работы по 12 фасадам, по 5 кровлям и висам в 6 домах. Кроме того, участники оперативного совещания выслушали доклады о ремонте и содержании автомобильных дорог, о проведенных работах по благоустройству, а также узнали, на что просят обратить внимание жители муниципалитета. С мая месяца на улице Кирова, вблизи дома 18, не произведена уборка порубочных остатков. У Рицкого 8А традиционная история к показу. Не принимаются меры по вывозу поваленных деревьев. Комсомольский проспект, вблизи дома 9, постоянно находится несанкционированная свалка мусора. Жители городского округа также обращают внимание на необходимость восстановления тротуара вблизи дома 346 Эльпак, Тиабурскому проспекту и на улице Побродимов. А в Малаховке по адресу Быковское шоссе, дом 53, требуется ремонт асфальтового покрытия. Луизия Геозырян, Кирилл Евгеньев, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.